Следователь Центрального отделения Южного округа Игорь Зингер. Игорь, здравствуйте. Вы в эфире Лучшего радио. Игорь, слышите? Здравствуйте. Да, да, здравствуйте. Расскажите, я правильно понимаю, что вы тот человек, который оказался вот на этой вечеринке электронной музыки, вечеринке НОВА, вот там на юге, и вы тот человек, который повел за собой людей? Как говорят, нужный человек оказался в нужное время, в нужном месте. Вот расскажите, пожалуйста, свою историю поподробнее, как это было. Я работаю в полиции уже больше 20 лет. Я был на этой вечеринке, я работал там с моими коллегами полицейскими. Такого рода работы, они не обязательные. То есть туда ходят только добровольцы. У нас есть квутца в АЦАП, и мы посылаем туда работы такие, которые свободные, когда есть там футбол или какие-то концерты. Это не работа прямая полиции, но полицейские могут прийти там за дополнительную... То есть это какая-то группа для добровольцев, волонтеров, тех, кто хочет помочь полиции? Нет, нет, нет. Это полицейские, которые дополнительную работу берут себе. Это как сверхурочные, понимаете? Мы там были. То есть это не наша прямая обязанность сохранять вечеринки. Как сверхурочные мы туда приходим и работаем там с полицейскими. Каждый делает свою работу. Там было около трех десятков человек полицейских. А приглашенных было где-то около 30 тысяч. Извините, трех тысяч. Трех тысяч, да. Чем вы вооружены? Личный пистолет и рожок дополнительный. То есть 30 патронов где-то с собой. 30 патронов у каждого человека. Вот 6.29 утра. Что происходит? 6.29 утра начинается обстрел массивный очень. Такого я еще давно в полиции работаю, такого не встречал, не слышал, что такой массивный обстрел. В течение получаса просто безостановочно нас бомбили и минометный, и ракетный обстрел со всех направлений. И просто мы лежали на полу, ставили как вот нам тыл, Министерство тыла, как это, Пикуда Орфь называется? Командование тыла. Командование тылом дают наставление, что надо лежать и руку их ставить на голову. И мы так и делали, лежали и... Да-да-да, вот как раз вот это место, что вы показываете, это вот там вот эта вечеринка. И через полчаса примерно около 7 утра мы получили приказ всех... Выключилась музыка и всех просто сажать в машину. А все это время играла музыка? Нет. Ну, какое-то время была музыка, потом она прекратилась, и в какой-то момент уже кричали в рупор там, что все, вечеринка закончилась, садите в машину и уезжайте. Так, что было дальше? Дальше, на выезде с этой вечеринки ты выезжаешь на дорогу, как бы с проселочной дороги ты выезжаешь на дорогу, ты можешь ехать либо право, либо налево. Направо это направление Кибут-сад, и это в Багадоль ты приезжаешь в сторону Сдорота, и направо, не, направо в сторону Факим, это Кибут-сад, а налево в сторону Сдорота Кибут-сад. Да. Налево. Сначала мы выпускали людей в обоих направлениях, вот, но через какое-то время люди начали возвращаться и говорят, что по нам стреляли террористы, мы видели террористов. Я лично террористов не видел в этот момент, только люди, которые ехали в сторону домой, они попадали под обстрел, разворачиваясь, кто мог, и возвращались к нам. Какие действия? И я понял, в какой-то момент я понял, что все дороги перекрыты, некуда посылать людей, куда ехать, как спастись. я видел перед собой проселочную дорогу. Я достал телефон, открыл приложение Google Map и проверил, куда эта проселочная дорога может нас привезти. Я видел, что в принципе мы можем доехать свободно до города, до чего-то. Я сел в свою патрульную машину, включил мигалки и начал кричать в рупор, что все ехали за мной, как можно быстрее людей, чтобы ехали за мной, потому что оставаться тут просто опасно. И я видел, люди просто забивались в машины, в свои, в чужие, друг друга помогали, спасали. Я видел красивую сторону нашего народа, когда люди просто видели машину с отрыганным окном и прыгали туда головой, а ноги снаружи и так уезжали оттуда, просто с этого пекла. Это вереница машин потянулась за вами, правильно? Я не знаю точно, что вереница машин потянулась за вами. И точного количества... Да, я знаю точно, сколько машин поехало со мной, но были люди, которые даже пешком бежали за мной. Но вы можете хотя бы оценить своим... Вот как-то оценить своим по памяти взглядам примерно сколько было... Ну, я не хочу просто так говорить. Я не знаю. Было много машин, десятки машин, которые ехали за мной, но точно я не могу сказать, конечно, сколько машин поехали. Знаете ли вы, Игорь, что происходило на том месте, с которого вы уехали? Что там потом случилось дальше? Ну, в тот момент я не знал, но потом я понял, что туда просто скопились, подтянулись много террористов и начали просто убивать людей, которые стояли в пробке в машине. И кто прятался по кустам, там, под деревьями, кто где прятался, кто где-то в машине, кто где мог, прятались люди, их просто расстреливали на месте. А сколько времени занял ваш путь от этого места до Натевота, вот по проселочной дороге? Ну, где-то по проселочной дороге, вы знаете, когда ты работаешь под адреналином, вот ты теряешь чувство времени, но я думаю, где-то 20 минут, не больше нам взяло, доехать до Натевота. И сколько человек с вами в итоге приехало в Натевот? Я не смотрел за людьми, которые ехали за мной, потому что я слышу по рации, как кричат мои коллеги, которые говорят, что по ним обстреляют, их обстреливают. В Петахтикве сигнал воздушной тревоги, Игорь, прошу прощения, Холон, Тель-Авив, сигнал воздушной тревоги, пожалуйста, пройдите в укрепленное помещение. Вы приехали в Натевот, что происходило там? Я приехал в Натевот, я встретил командира части Натевота, и я знаю его Юрий, и мы служили вместе в прошлом. Я к нему обратился и сказал, что я работаю на вечеринке, у нас там тяжелая ситуация, нету шахпацин, нету бронежилетов, нету касок и нету автоматического оружия. Он дал мне разрешение ехать в участок и взять все, что нам нужно, что мы найдем в участке. Но я приехал в участок, конечно, там мы нашли автоматы, но, к сожалению, Рожков не был к этим автоматам и не было патронов. Я нашел какого-то волонтера, что был там в части, и взял у него рожок, и просто я и друг мой, Орен Сбейдер, мы сели в машину и поехали туда, в сторону Офаки. С одним рожком? С двумя рожками на двоих. Мы поделили их пополам, как братья, по оружию. Просто я отдал ему один рожок, один рожок остался себе, и мы поехали. Вдвоем? И в сторону Кибуцарьин. То есть... Вот по дороге... По дороге нас, конечно, мы выезжали уже на дорогу 2, 3, 2, и мы начали видеть уже вот всех этих молодых людей, которые пытались вырваться с вечеринки, и они, которые положили свои жизни там на дороге. Мы видели очень много машин, которые стояли по обочинам и с людьми прострелили. И мы видели, что эти люди уже практически, у них никаких семанной жизни, никаких признаков жизни. И мы продолжили ехать в сторону Кибуцарьин, и где-то на въезде в Кибуцарьин нас обстреляли ракетой РПГ, так как машина наша патрульная была не бронированная, мы выскочили из машины. Чудом граната не попала в нашу машину, пролетел буквально метр над нами. И мы легли по дороге, на обочине дороги и начали вести бой. Но много стрелять мы не могли, так как было у нас всего один ржок, мы потихоньку стреляли по одинокими выстрелами, только пытались выяснить, где террорист, и уничтожить его, найти цель и уничтожить. Но в какой-то момент подъехала на наше счастье, подъехала бронированная машина с тремя коллегами из полиции, из подразделения ЮАФ, которые были на бронированной машине, их было трое, и мы вдвоем присоединились к ним, и продвинулись в сторону перекрестка Кибуцарьин. И там, конечно, нам повредили уже технику, мы не смогли ехать. Но машина бронированная, но колеса все-таки они смогли вывести из строя. Прострелили. И мы не смогли, ну, не знаю, там, может быть, что-то какое-то, или взорвали, или прострелили, и мы не смогли уже никуда ехать, мы застряли на этом перекрестке, и начали вести бой. Просто у нас было пять человек, но, естественно, все прошли подготовку в армии в Израильской, и мы, даже не зная друг друга, ни разу не проводя никакие учения вместе, и мы знали, как вести себя в бою, так как нас учили в армии в Израильской нашей. И мы вели бой буквально, как пять львов мы сражались там. Вместе как сжали один кулак, и только когда мы вместе, мы смогли продержаться там долгое время, достаточно долгое время. В какой-то момент у меня уже кончились патроны в автомате, я его кинул в машину, начал вести бой с лишнего пистолета. Когда я стою за дверью бронированной машины, и если кто-то знает машину, каракаль бронированную, когда дверь открыта, она тебя закрывает примерно чуть ниже пояса. И в этот момент я получил очередь по ногам. Вот, я понял, что меня ранили, я залез вовнутрь в бронированную машину. Мой коллега, еще один парень, тоже получил ранение в ногу, который стоял за моей спиной, прикрывал меня сзади. Мы оба были ранены, наше счастье. С нами был еще парень, его зовут Руслан. Он медбрат по своей специальности в армии, и он смог нам оказать первую помощь и остановить просто кровь. И таким образом он спас меня. Я не знаю точно, когда ты раненый и теряешь кровь, и вокруг много выстрелов, ты теряешь чувство времени. Я не знаю точно, сколько времени мы были еще под обстрелом, когда двое моих бойцов прикрывают меня и продолжают вести бой. Алло, вы меня слышали? Да, мы слушаем вас. В какой-то момент я уже начал терять сознание, и буквально перед тем, как я закрываю глаза, я смотрел, дверь чуть-чуть была открыта, и там вот в эту щель между дверью и стенкой бронежилета я увидел эмблему пограничных войск, пограничные войска, в которых я служил. 23 года назад я призвался пограничникам служить в армии. И так получилось, что кто приехал, кто меня спасать, они были на машине с этим знаком пограничных войск. Потом уже я был практически без сознания, потом мне уже сказали, что тот, кто приехал, меня это офицер Ицхак Базукашвили, который спас меня и весь мой отряд, которые были со мной, все пять человек, они нас вывезли из-под обстрелок и чудом просто спасли мне жизнь. Я знаю, что после этого Ицхак Базука еще несколько раз вернулся на Боле-Поя, и в третий раз, когда он вернулся туда, он уже получил гранату в его бронированную машину и он погиб. Героически погиб, спасая своих друзей. Страшная история, Игорь, спасибо вам. Во-первых, спасибо за то, что вы нашли в себе силы рассказать, наверное, не в первый, не во второй раз эту историю на широкую публику. Это первое. И, конечно, ваш поступок, это героический поступок. Вы в больнице сейчас? Кто-то навещает вас? Что-то нужно? Да, я до сих пор в больнице лежу, тут в сороке. У меня завтра, скорее всего, я пойду домой. Уже домой выписывают меня завтра. Да, еще раз, Игорь, это правда героический поступок. Вы должны об этом просто знать и осознавать это, что вы настоящий герой своей страны и своего народа. И просто я хотел это отметить именно вслух и именно вам лично. Спасибо вам, Галь. Спасибо. Держитесь, пожалуйста, выздоравливайте скорее, поправляйтесь и возвращайтесь к родным, возвращайтесь домой и берегите себя. Обязательно вернуть на работу как можно быстрее, я обещаю. Спасибо. Я хочу сказать всем нашим слушателям, Алис Райхай, мы вместе, когда мы вместе, мы непобедимы. Братья и евреи, объединяйтесь, не надо враждовать между собой. Мы должны собраться вместе в один кулак и только тогда мы сможем победить этого врага.